Напомнить о трагедии и уроках войны, такую задачу поставили организаторы выставки в немецком Дрездене. Его бомбили в феврале 45-го. Зачем американская и британская авиация превратила город в руины? О действиях и целях союзников споры ведутся до сих пор. Хроника и рассказы очевидцев в репортаже Иван Благова. Это попытка показать Дрезден спустя несколько часов после того, как упали первые бомбы. Выжившие выходят из укрытия и попадают в совершенно иную страшную реальность. Их Дрездена, города, который за красоту прозвали Флоренцией на Эльбе, больше не существует. Вместо жемчужины барокко – пепелище. Порой неясно, где улицы, а где дома. Вот птицы из разбитого бомбами зоопарка. Война их освободила, они погибнут на воле во время следующей воздушной атаки. Эту панораму к памятной дате художник Ядогара Зизи создавал почти два года по фотографиям из архивов, некоторые из которых десятилетиями никто не видел. Я не могу передать через художественное произведение реальность войны. Кто пережил ее, тот знает, что этот опыт ни с чем нельзя сравнить. Я надеюсь, когда люди увидят панораму, они скажут, что любая война – это не решение проблем. Споры ведутся и по сей день. Так ли это было необходимо союзникам, британцам и американцам в конце войны превращать в руины, имеющие огромное культурное значение, и наводненный беженцами город, в котором даже не было военных заводов? Но тогда никто точно не знал, когда война закончится. Последние бомбы, а также ракеты Фау-1 и Фау-2 упали на Лондон 29 марта. Это значит, что до конца марта Лондон подвергался ударам. И там тоже не знали, когда война закончится. Дрезден бомбили несколько дней, как считает ряд историков, в том числе для демонстрации Москве мощи авиации союзников. Более двух с половиной тысяч тонн фугасных и зажигательных бомб сбросили на Дрезден королевские ВВС. Затем уже разрушенный город окончательно в пыль превратила американская авиация. Бомбоубежищ не было, подвалы жителей не спасали. По Дрездену пронесся огненный смерч. Кислорода в подвале уже не хватало, и все побежали на выход. Там был шланг. Моя мама схватила его и намочила большую футболку, покрывала. Накинула их на маленького ребенка, на меня, на стариков. Семья Зигфрида Книха бежала из города прямо во время бомбардировки. Те, кто решил переждать, теряли сознание из-за недостатка кислорода. Женщина, которая сидела рядом с моей мамой, стала ее трясти и кричать. Проснитесь, проснитесь, ваш ребенок горит. Ребенок, который горел, это была я. Урсуле Эльзнер тогда чудом удалось спастись. Она показывает окно на третьем этаже, где была ее комната. Этот дом новодел, копия. Весь район был полностью разрушен. Вообще, площадь полных разрушений в Дрездене в четыре раза превышала такую же площадь разрушений в японском городе Нагасаки, на которой американцы сбросили атомную бомбу. Фрау Эльзнер говорит, как сейчас она помнит груды тел на улицах. Только в 2010 году специальная комиссия поставила точку в вопросе, сколько же тогда погибло? 25 тысяч человек. Кто виноват? Выжившая под бомбами отвечает, не задумываясь. Это мы, немцы, развязали войну. Мы бомбили Лондон. Там тоже люди гибли. И в Советском Союзе люди гибли. Нельзя сейчас говорить, кто виноват. Это была война. Бомбардировка Дрездена – одна из наиболее страшных страниц истории Второй мировой. Спустя 70 лет главные достопримечательности Дрездена восстановили. Советский Союз помог спасти поврежденные шедевры – живописи из Дрезденской галереи. И после реставрации вернул их городу. Следы бомбардировок можно увидеть и сегодня. Достаточно приглядеться к стенам архитектурных памятников. Вот знаменитые фрауэнкирхи. Все, что светлое – новодел. Как говорят дрезденцы, раны их города затянулись. Но шрамы останутся навсегда. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская. Первый канал. Дрезден.